Меня зовут Чарашев Дмитрий Владимирович, я из города Санкт-Петербург, приехал в Якутск на учебно-тренировочные сборы проводить совместно с тренером Василием Дмитриевичем. У нас здесь 10 человек занимается. Сам я работаю в Санкт-Петербурге, закончил Институт физической культуры имени Лесговта, работаю уже 20 лет тренером. Мои ученики являются призерами разных всероссийских соревнований. Буквально недавно мой ученик стал бронзовым призером первенства Санкт-Петербурга. Уже второй раз, кстати, два года подряд отобрался на первенство России. Работаю я уже давно и вот приехал сюда поделиться своим опытом, передать свои знания. Также помочь ребятам технику освоить, новые элементы, потому что знаю, что чем больше элементов в настольном теннисе ученик владеет, тем выше результат. Плюс у каждого своя методика. Вот, допустим, у Василия Викторовича основа как бы на весь упор на физподготовке. Это тоже, кстати, огромный плюс, потому что в настольном теннисе очень важно иметь хорошую физическую подготовку. Так как соревнования у нас, как правило, очень длительное время проходят. И бывает такое, что игроки играют в начале соревнований хорошо, а к концу уже устают. Так как много встреч, часто бывают игры по 3-2 и к концу соревнований, конечно, не хватает уже. Ребята устают. Вот, поэтому тут стоит уделять большое внимание физической подготовке. Какое-то время тренировал и детей, и взрослых, да. То есть индивидуально я до сих пор продолжаю тренировать взрослых. А основная моя работа, конечно, заключается только с детьми. То есть я веду... У меня три группы. В основном это уже действующие спортсмены, которые выступают на соревнованиях. Есть те, которые уже в клубных чемпионатах выступают. Дети, так скажем, ну уже выросли. Юниоры. Вот. И как в клубном чемпионате Санкт-Петербурга, так и в клубном российском. То есть вот у меня есть ученики, которые выступают в высшей лиге России. Начинать в настольный теннис нужно не ранее 5 лет. Но и то, это возраст такой... И все индивидуально. То есть считается, что в 7 лет, то есть в общем, в целом 7 лет идет набор. Но можно делать исключение для особо одаренных детей. То есть вот я, допустим, провожу отбор. Ко мне приходят дети и в 5 лет, и в 6 лет. Некоторые уже могут и в этом возрасте начинать. Но те дети, которые начали, допустим, в 9-10, то тоже, в принципе, это еще не так поздно. То есть все можно это компенсировать трудолюбием, усердием. То есть плюс талант. А как могут, допустим, такие регионы, как мы, попасть в лучшую школу настольного тенниса в России? Для этого нужно вот как раз обмениваться опытом. То есть привлекать людей из других регионов. Тогда можно будет. Ну, я знаю, что республика Саха как бы немножко отстает. Вот по российским меркам, если брать. Потому что, во-первых, не хватает, наверное, конкуренции. Не так много клубов в Якутске, ну, в частности. В больших городах-то понятно, что у нас много клубов. И много спортивных школ. Есть конкуренция. Соответственно, есть из кого выбрать вообще. Чем больше играют в настольный теннис, чем больше приходят в этот вид спорта, то тем выше результат. В основном настольный теннис такой вид спорта, где нужно работать индивидуально. Тут для достижения высоких целей просто в группе недостаточно работать. Нужно выделять спортсменов, которые, допустим, наиболее талантливые. И работать нужно конкретно вот с такими. Стараться выделить их из общей массы и работать уже непосредственно на результат индивидуально. Без индивидуальной работы в настольном теннисе добиться практически невозможно высоких результатов. То есть какой-то тренер должен заниматься группой, а какой-то тренер должен индивидуально, да, или как? Нет, не обязательно. То есть заниматься все равно нужно группой в целом, но дополнительно нужно еще индивидуально проводить тренировки. Сколько часов должен тренироваться ребенок? В день, в неделю? Ну, в группе, как правило, идут тренировки 3-4 раза в неделю. Ну, это по полтора-два часа. В основном, ну, если по полтора часа, то не менее 4-х раз в неделю нужно в группе проводить. Ну, еще дополнительно 2-3 тренировки в неделю минимум. Минимум, хотя бы по часу индивидуальные с одним человеком, да. Ну, вот опять-таки для достижения высоких результатов дети должны тренироваться 5-6 раз в неделю в общем. Ну, допустим, 4 раза в группе, 2 раза дополнительно еще, то есть чтобы получилось 6 дней в неделю. Один отдых. Отдых тоже нужно обязательно для восстановления организма. Да, я работаю в Центре физической культуры Московского района. Вот. У нас это, получается, спортшкола. То есть там работаем в основном с детьми, с группами. Вот. Я работаю 4 раза в неделю с детьми. И самое талантливое у меня, ну, дополнительно еще занимаются. И, как правило, играют турниры. То есть у нас еженедельные турниры проводятся еще в Санкт-Петербурге. Вот. Каждую неделю ребят ездят на турнир. Это уже в другие клубы. Это, ну, так же и у нас тоже в Центре проводятся, и в другие. То есть постоянно идет обменивание опытом и разные соперники. Кстати, ключевой момент такой, да. То есть играть нужно постоянно с разными. То есть когда привыкаешь к одному, развитие идет не так быстро. То есть постоянно соперники должны меняться. А вот в Вашем Центре занимаются дети только Санкт-Петербурга? Да. То есть у Вас нет такого, что вот есть общежитие, там, воспитатели, учат? Конкретно вот где я работаю, нет, у нас даже это самое при поступлении, ну, смотрят прописку, вот, и зачисляют только тех детей, у кого есть прописка Санкт-Петербурга. Про китайских тренеров, российских тренеров. У нас тут постоянно идет в обществе теннисистов спорт, да, кого пригласить, там, российского тренера, там, китайского тренера. Вот что Вы можете посоветовать на этом плане? Я думаю, что все-таки для начала надо с российских тренеров начинать. Почему? Потому что китайские, во-первых, азиатская манера игры, она совсем другая. Это изначально прям вот построено все на другой технике, они и инвентарь другой используют. Вот, плюс ко всему, как я считаю, все свои секреты китайцы не расскажут. Вот, какие-то основы, да, там, все это они скажут, ну, что и мы знаем. А вот именно такие секреты, которые я знаю только они, вряд ли они будут делиться. Кроме вот детей, которые играют в лагере, других видели? Нет, здесь вот у нас только те, которые в лагере. Хотели бы, например, встретиться с нашими тренерами, обсудить, там, получается, у Вас обмен только с Василием Дмитриевичем опыта? Пока да. Ну, вообще интересно, конечно, было бы и с другими, да, посмотреть, как у них дети, допустим, играют. Вообще узнать интересно, как они проводят тренировочный процесс. Допустим, у Василия Дмитриевича я уже понял, что в основном идет упор, как бы, вот на физическую подготовку. И заметил такую ключевую особенность, что его воспитанники очень выносливые. То есть, они прям играют как в начале тренировки, так и в конце. Примерно вот на, ну, на одном уровне. То есть, нет такого, что в конце тренировки уже ребенок устал, и все, он играть не может. Я, во-первых, видел и на соревнованиях этих учеников. Василий Дмитриевич приезжал к нам в Санкт-Петербург, и я с ними работал уже в Санкт-Петербурге. Сразу это заметил, что ребята очень выносливые, и на тренировках они прям работают очень усердно. А вот у нас есть дети постарше, например, очень одаренные Кривошапкины, семья Кривошапкины, да? У них отец тренирует. Они живут вообще в маленьком поселке. Не в городе даже, а вообще в маленьком поселке. И этот Кривошапкин несут, который сейчас, по-моему, 12 лет, что ли. 2009 года, если я не ошибаюсь. Он очень хорошо играет, он даже выигрывает у взрослых. Вот что можете ему посоветовать? Тут нужно больше выездов делать, во-первых, на всероссийские соревнования. И рано или поздно его заметят. Тогда возможно, что в Оренбурге не получается, но может получиться в каком-то другом городе. Надо просто пробовать. Есть такая проблема, не только вообще в Якутии. Это во многих регионах. Часто я приезжал на соревнования город Кстова, Нижегородской области. И я вижу, что полно детей, очень одаренных, талантливых, именно из маленьких регионов. Это не обязательно там даже Нижний Новгород, там какие-то большие города, а именно вот провинциальные, прям маленькие, где население может быть там 20-30 тысяч. Ребята очень хорошо играют. Но, как правило, все это именно на детском уровне. Если эти ребята потом не окажутся где-то в большом городе, то, конечно, талант пропадет. А кому удается потом переехать там либо в Москву, либо в Санкт-Петербург или в Екатеринбург, те, да, потом дальше продвигаются и становятся мастерами. А сколько у вас в центре тренеров и сколько детей занимается? Именно по настольному теннису у нас два тренера. У меня сейчас где-то 40 учеников, ну и у второго тренера также. То есть у нас по три группы, в каждой группе примерно, ну вот, 12-15 человек. У меня распорядок дня вот в 15-30. Первая вот тренер, ну, группа начинается и заканчиваю я уже в 9. Индивидуально, ну, выходные. У меня вторник, четверг, выходной в эти дни. В центре, чтобы дети занимались у вас там платно, бесплатно? Групповые бесплатные занятия. Кстати, для тренировочного процесса полезно очень еще каждую неделю свои, допустим, внутриклубные соревнования устраивать. Ну, турниры, чтобы дети играли, причем можно турниры устраивать с гандикапом. Ну, это фора дается, допустим. Есть ребята, как правило, посильнее, кто-то послабее. Но так, чтобы дать возможность и слабым выиграть, то приходится вот придумывать фору. То есть каждая партия, допустим, начинается там со счета 4-0. И поэтому победитель, он неизвестен до конца, может как раз слабый выиграть у всех. То есть вот фору, исходя из рейтинга, можно это самое придумывать. Либо у кого нет рейтинга, так условно поставить там определенный рейтинг, исходя из всех турниров. А как смотрите на то, что, например, тренер тренирует ребенка, а возит ребенка другой тренер? Это, кстати, ну, как бы не очень хорошая практика, так скажем. Если эти два тренера сотрудничают вместе, то это нормально, когда один другого замещает. А когда просто вот приходится кому-то отдавать по необходимости вот так, то не очень хорошо. Есть такой момент, ведь каждый тренер тоже разную технику ставит ученикам. И не каждый с каждым может работать, так скажем. Есть тренера, которые могут друг с другом работать, есть те, которые нет. Бывают просто такие разногласия, когда один говорит там определенное упражнение надо так делать, какой-то там определенный удар, а другой говорит надо вот так. Ну, у меня даже такое было, что вот были разногласия, и понимаю, что лучше с такими тренерами уже тогда не сотрудничать. А вот на соревнованиях дети ездят, они там получают спортивный опыт, а вот тренера? Тренера, несомненно, тоже. Кстати, вот когда растет ученик, растет и тренер, потому что в процессе игры тренер делает подсказки определенные, в определенный момент, когда нужно там взять тайм-аут, тоже не просто так, а вот именно нужно в определенный момент брать, когда там не пошла игра, надо сбить ритм. Ученик растет благодаря подсказкам. Соответственно, тренер тоже, учитывая все это, начинает думать, когда и что лучше сделать, что поменять, что поменять, допустим, в тренировочном процессе, а что уже непосредственно в соревновательном. Ну, у меня вот, исходя из опыта, так и было. То есть, выезжая каждый раз на соревнования, я рос как тренер уже. А вот смотрите, вот вы делите 40 детей на 3 группы, да, как вы их делите? У меня чем младше, тем их больше в группе. То есть, маленьких, естественно, больше, потом, когда они становятся старше, то, во-первых, их меньше становится, потому что у кого-то учеба, там отсеиваются уже. Плюс ко всему, кто-то все тренировки посещает, кто-то нет. Вот, это, как правило, в старших группах детей меньше. То есть, группы 9 типа возраста? Да. А если, например, пришел первоклассник начинающий и придет, например, семиклассник начинающий? Если такая большая разница, то семиклассника уже все равно в среднюю группу нужно определять. Вот. Есть только такие исключения, когда один приходит в 7 лет, и к 10 годам он уже там достигает какого-то уровня, естественно, его приходится переводить в более старшую группу. У меня как раз вот недавно такой случай был, когда взял ученика в 5,5 лет, и в 7 лет его пришлось уже в старшую группу переводить. Для его будущего, так скажем, развития и высоких результатов нужно было двигать. Ну, и благодаря этому он стал бронзовым призером первенства Санкт-Петербурга, попал в сборную Санкт-Петербурга. Насколько строгий тренер? Ну, тренер, как правило, должен быть строгий, да. Дисциплина должна быть хорошая. Вот. Кстати, вот этого можно поучиться у Василия Дмитриевича как раз. У него дисциплина очень хорошая. Как надо вести себя тренеру, да, во время соревнований, когда уже идут ответственные соревнования, ругать ребенка там, поддерживать? Кстати, тут опять-таки все индивидуально. Есть такие дети, которых нужно ругать, нужно все время, так скажем, подталкивать как-то вот, взбодрить. А есть такие, которых наоборот лучше успокоить, потому что они сами по себе и так нервничают, то есть волнение преобладает очень сильно. Таких нужно успокаивать. Ну и тоже где-то свои эмоции сдерживать, потому что если переборщить, то ребенок просто не сможет играть. То есть тут такой процесс, так скажем, ну он сложный и индивидуальный в первую очередь. А возрастная категория, которой дети у Вас занимаются, от скольки до скольки? От 7 до 18 лет. Кстати, это тоже у нас одна из таких проблем вообще всего спорта, наверное, в России, потому что когда ребенок достигает совершеннолетия, вот 18 лет, потом получается, что его надо отчислять из школы и куда дальше. Он хочет заниматься, допустим, а уже как бы нельзя. Поэтому тут приходится придумывать что-то, ну, либо на частной основе, либо он продолжает заниматься уже неофициально. вот, и, к примеру, есть же такие случаи, когда можно переводить в дюшер, но это только если результаты очень высокие. Там, допустим, если спортсмен уже мастер спорта, а вот если он еще к этому возрасту, так скажем, не состоялся, но есть желание и он тренируется, хочет повысить свой уровень. Допустим, имеет первый разряд. Таких не берут в школу олимпийского резерва, там, 18 лет. Хотя, ну, я считаю, что еще не все потеряно для 18-летнего, там, спортсмена. Он также может выполнить и мастера спорта даже после 18-ти. В целом, у нас по России вообще как выглядит настольный теннис? Сейчас, на данный момент, ну, все гораздо лучше, чем там в начале 2000-х годов. Сейчас очень сильно развивается настольный теннис. Вот, в Оренбурге построили академию настольного тенниса в Верхней Пышме. У нас вот в Санкт-Петербурге тоже стало гораздо больше клубов, в том числе много коммерческих, что дает возможность для проведения, так сказать, соревнований, там, высокого уровня. И вообще дает возможность как раз ребятам, которые не могут в спортивных школах выступать, ну, вот таким там 18-19 лет. Они продолжают уже на коммерческой основе. и надо признать, что у некоторых получается. То есть потом уже после 18 лет становятся мастерами. У вас вот только два тренера, да? Именно вот там, где я работаю, в настольном теннисе, да. У нас просто большой спортивный центр. Там у нас практически все виды спорта и легкая атлетика, и футбол. Как вы справляетесь? Ну, мы ведем, отвечаем только за свою секцию, поэтому в принципе занимаемся своей работой, справляемся. Есть некоторые несколько, в общем, тренеров у нас есть в Санкт-Петербурге, которые работают только со взрослыми спортсменами. Только со взрослыми. С детьми, как правило, не работают. С детьми, наверное, очень сложно работать. Очень сложно, конечно. Причем самая сложная работа это именно с маленькими детьми, которым вот по 7-8 лет, которые только-только начинают заниматься. Во-первых, сложно, потому что когда ребенок пришел, он еще ничего не умеет, ему нужно ставить технику, постоянно контролировать, что он делает, как он делает. и тут очень много индивидуальной работы. Даже несмотря на то, что я веду, допустим, группу, все равно каждому приходится подходить, поправлять. А когда уже такие разрядники, спортсмены по 11-12 лет, когда они уже в спорте по 3-4 года, с такими уже проще. Когда они уже все знают, что нужно делать, им можно давать просто задания, и они выполняют. А как быть с детьми, которые, например, такого маленького возраста, у которых видишь, что имеет возможность и потенциал, что одаренный, но не хочет заниматься? Да, таких, к сожалению, много. Таланты, как правило, они ленивые. И с этим справиться можно, в принципе. Тут в первую очередь надо заинтересовать, чтобы был азарт. Понятно, что может быть не хочется трудиться, но тренировочный процесс тогда нужно поставить в игровой манере, чтобы ребенку было интересно. Вначале детей, кстати, особо нагружать тоже не стоит, потому что из-за тяжелых тренировок они могут как раз таки бросить вообще этот вид, потому что в принципе всем нравится играть, просто играть, и дети очень любят играть на счет, поэтому все время должен быть какой-то стимул, соревновательный момент, для этого и нужны турниры, даже внутриклубные. Я часто замечал, когда дети побеждают, допустим, просто на тренировке, это не соревнования, они уходят очень счастливыми, то есть просто любая победа уже их окрыляет. А если еще и медаль получат? Если медаль, то это вообще, конечно, стимул уже на несколько месяцев прям вперед. А вы сами как пришли в настольный теннис? Кто-то привел там, со скольки лет? Сам я, к сожалению, уже поздно начал, в седьмом классе, занимался я до этого футболом, пришел сам, то есть изначально играл в школе на переменах, очень понравилось, пришел в секцию для настольного тенниса и ушел даже из футбола. То есть настольный теннис мне настолько понравился, что как-то вот даже перетянул. Но футбол более травмоопасный вид спорта, травмы там случаются в принципе постоянно, то есть настольный теннис не такой травмоопасный, тут больше от самого себя зависит. Травмы они особенно у детей они могут быть если только случайные. В профессиональном настольном теннисе там дает. Травм конечно тоже хватает. Но опять-таки если иметь правильный подход к этому, то никаких травм не будет. Если делать общую физическую подготовку, разминку перед каждой тренировкой, заминку делать, растяжки, тогда никаких травм не будет. плюс ко всему все какие-то болезненные такие места там суставы и если закачивать мышцы, то травм можно всех избежать. А скажите, вот министр спорта, бывший теннисист, вот как его назначили у нас на стольный теннис, поднялся или как? Знаете, я могу сказать, что турниры всероссийского уровня вроде как бы продвигают. Развитие несомненно есть, но есть и свои минусы. Разряды стало выполнять сложнее. Произошли такие изменения, к примеру, если раньше там в парном разряде можно было выполнить мастера спорта, допустим, то сейчас именно с этого года отменили. Плюс ко всему были времена, когда и по рейтингу присваивали мастера спорта, то сейчас это уже невозможно. Хотя я считаю, что по рейтингу это более правильно. Человек играет много соревнований, набирает рейтинг и показывает свой настоящий уровень. У нас, например, в Министерство спорта не поддерживает на стороне теннис из-за того, что у нас нет результата. А у нас результатов не может быть, потому что практически не выезжаем и нету финансов для выездов частых. Вот как обстоят дела в других регионах? Тут, что называется, замкнутый круг такой. Потому что те говорят, нет результатов, какие поездки? А откуда будут результаты, если нет поездок? Да, да, да. Вот. Опять-таки, для того, чтобы результаты были, надо поехать на соревнования, посмотреть, как другие играют и понять, вообще, к чему стремиться. Посмотреть, на каком уровне там играют и, не знаю, даже хотя бы пообщаться просто со спортсменами, там, поинтересоваться, кто сколько раз тренируется, там, по сколько часов, вообще тренировочный процесс хотя бы там, кто-то что-то подскажет. Тоже полезно. Если совсем не выезжать, то результатов и не будет, конечно. А такое я часто слышу, что родителям приходится за свой счет отправлять детей. Да, такое есть. Ну, только, наверное, где есть спортивные школы Олимпийского резерва, вот там детей отправляют, да, за бюджетные деньги. Ну, я знаю, вот в Самаре дети ездят за госбюджет, там, в Нижнем Новгороде, но, опять-таки, это все большие города. Достижения детей, я считаю, это не только зависит от ребенка, от трения на и от родителей, да, вот этот момент тоже. Да, от родителей зачастую зависит очень много. Если ребенок сам хочет заниматься, ему это нравится, а родители не поддерживают, то результата не будет. Это просто невозможно, потому что, во-первых, финансово тоже родители должны помочь. одно дело там какие-то поездки, это уже другой разговор, хотя бы там какой-то инвентарь купить, там, вообще простимулировать ребенка, чтобы он ходил на тренировки, не пропускал, возить, да, опять-таки, кто-то рядом живет, сам может дойти, а кто-то нет. ну, как правило, заинтересованные родители возят. И есть опять такой момент, незаинтересованные родители не возят на соревнования. Ребенок, допустим, занимается, а когда нужно отвезти, даже в черте города, уже не привозят. ну, зачастую еще во главе ставят там какие-то свои интересы, там, кто-то на дачу на выходные поехал, у кого-то там день рождения или еще какой-то праздник. Это ставят выше. Хорошо, ладно, спасибо. Пожалуйста. Емолова. Рождец! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Меня зовут Тарьярова Даяна, 8 лет. Я учусь в 17-й школе. Закончила первый класс. Я выбран анатольный теннис, потому что мой дедушка учил мне настольным теннисом. Я люблю настольный теннис. Почти каждый день настольным теннисом занимаюсь. Тебе нравится? Нравится. Родители у тебя играют в настольный теннис? Только дедушка. Как дедушка зовут? Хабырыс. Хабырыс, да. Этика-тика. Какой чемпионкой хочешь? Города, республики, России или олимпийской чемпионкой? России. Россия? А олимпийской чемпионкой не хочешь? Почему? Что нужно сделать, чтобы стать чемпионкой России? Много заниматься. Тренироваться, да? Кроме настольного тенниса, чем ты увлекаешься еще? Что тебе нравится? Мне нравится. Что тебе нравится? В куклы играешь? Нет. А во что играешь? Я играю. И мячиком. Мячиком, да. Дома тоже мячиком. На тренировке тоже мячиком, да? Теннисным мячиком. Ну, каким? Обычным. Обычным, да. Кто тебя тренирует? Кто твой тренер? Василий Литрович. Как он тебя тренирует? Хорошо. Ругает? Ту-ту-ту-ту. Ти-ти-ти-ти-тик-тик-тик-тик. Новый тренер как? Тоже хороший. Нравится? Твои друзья завидуют тебе, что ты венецом увлекаешься? Что ты играешь в стольный тенз? Нет. Они не знают? Некоторые знают. Да. И что говорят? Ничто. Да? Они не хотят так же, как ты, играть? А я хочет. Мой брат. Эй, да. А сколько ему лет? Наверное, 10. А на тенз почему он не ходит тогда? Он на футболе ходит. И на школе на ориентирование. На лыжи. Эй. На соревнованиях участвовали? Да, два раза в Санкт-Петербурге. Там я выиграла одну девочку. Да ты что. Откуда? Из какого города? Ханкт-Петербург. Ничего себе. А на первый раз я выиграла два девочки. Эй, молодец. С кем ты на соревнования ездишь? Мам. Первый раз с мамой, а второй раз с миски. С тренером? Да. Перед соревнованиями волнуешься? Да. Волнусь. Да. И как ты настраиваешься на игру? Что себе говоришь? Ничего. Да? Успокаиваешься и играешь, да? Чтобы выиграть, что надо делать? Надо хорошо играть. Да. Кто самый-самый знаменитый теннисист, которого ты знаешь? Пока что никто. Да. Меня зовут Василий Валентин Михайлович. Мне восемь лет. Я учусь во второй школе. После каникулов я буду вторым классом. Как давно занимаешься настольным теннисом? Три года назад. Занимаешься уже три года, да? Ну, мне пока теннис нравится. Кто у тебя в семье играет настольный теннис? Только я. А почему именно настольный теннис выбрали, а не там футбол, бокс? Да потому что, чтобы у меня хорошая реакция была. И это, ну, чтобы я был спортсменом. Спортсменом? Угу. Каким чемпионом ты хочешь стать? Да, я еще не выбрала. Сильных спортсменов, теннисистов, кого из них знаешь? Наших, там, российских? Я знаю. Кого ты знаешь? Михалёп и Гриша, и больше никого. Да? Угу. Ну, чемпиона мира не знаешь, олимпийский чемпион. Нет. Я только знаю чемпиона России. Да. А кто это чемпион? Ну, Артур. Артур? Артур. Артур? Угу. А Артур Михалёп. Угу. Наш чемпион. Да. Ну, что ты знаешь про настольный теннис? Ну, я знаю, что... Как бы... Это... Там можно... И, короче, гладь, вот так, правый, это левый, а это подрезка. Вот. А это левый подрезка. Еще раз. Как бы, когда ты подаешь подрезку, кидаешь мяч, а потом отбиваешь его. Вот что я знаю. Молодец. Тренер, как зовут? Василий Дмитриевич. Угу. Он строгий тренер? Да. Я желаю, чтобы вы играли в настольный теннис. И у вас это хорошо получалось. В общем, люди... ... ... Продолжение следует...